Теперь ты еще более прогрессивный, да? Нет, у меня батарейки сели в телефоне. Я включил самое типое качество, вот так я включу. Строго, больше мощности, множеством... Первые пару часов я точно отбуклю включил. Так, что нужно... Будь дорог! Придцом показать, что у него мощность... Его будет точно торговать. Для этого достаточно, потому что чувствуется как-то одно длинное место. Да? Она получает скотч-мок. Вот мы соединяемся к ременью. Вот это все. А там все. Ну-ка... Какое-то линию пресечения. Вот теперь любой точки на вот этом окне, мы можем их сопоставить, точку на этом. И, соответственно, для оборудования, вот точки. Мы можем поставить. Для объекции их мощности одинаковые. Несмотря на то, что... Что за пермоги? А вот я, по-моему, вам еще не доказал, не рассмотрел, а мощность выключила, что вы дрожали. Давайте еще... Что... 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 Даже... Ну, не стоит садиться. Даже если мы возьмем бесконечную племню, то... можно получить... И... 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 Это своё значение на вот этом промежутке только один раз. Вот это и даёт нам возможность получить эту биетку. То есть не только любому гирсу мы можем сопоставить какой-то гирсу, но и любому гирсу мы можем сопоставить какой-то гирсу. А поэтому и мощность множества, точек бесконечный прямой, тоже равна мощностью континуума. Но мощность континуума обозначает малый гирсу. А теперь рассмотрим квадратный. А может быть, мощность множества точек квадрата больше, чем мощность множества точек отрезка, то есть точек его стороны. Вот легко показать, что это не так. Что мощность множества точек квадрата, то есть внутренних точек, равна мощности точек любой его стороны. А как это доказывать? Ну, надо найти объекцию. А чтобы... Ну, как найти объекцию? Вот если мы просто спроектируем, допустим, точку какую-то на сторону, то не будет взаимно однозначного соответствия, потому что в эту точку будут проектироваться вот эти точки, значит, горизонтально. Поэтому поступают иначе. Вот по каждой точке сопоставляют два числа. Ну, координату Х и координату У. И у нас обе эти координаты лежат между нулём и единицей. Ну и могут быть, конечно, равны нулём. Поэтому мы в цепире Х равняемся 0 целому альфа-1, альфа-2, альфа-3 и так далее. Где альфа, вот эти, этот цифр от нуля до тридцит? Ну и здесь аналогично только в этом. А вот другая точка квадрата определяется парой этих чисел. Так вот, поступим таким образом. Вот напишем 0 целый, а теперь альфа-1. А следующая цифра у нас будет бета-1. А следующая цифра альфа-2. А следующая цифра бета. И так далее. Вот посмотрите. Таким образом, в любой такой паре сопоставляется вот такое число. Это число между нулём и единицей. Потому что если все эти цифры нули, то мы получаем ноль. Вот, если все эти цифры девятые, то мы получаем единицу. Вот число нул целый, 9, 9, вот такая периодическая дробь, она в точности равна единице. Как-то не странно, да? Потому что если это число представить в виде суммы членов геометрической прогрессии. Ну, 9 умножить вот на 2 целых, 1, 1 и так далее. Это будет геометрическая прогрессия со знаменательной единицей. То есть 10, простите. 10 и... Вернее, 1 десятая. 1 десятая. Вот. Это убывающая геометрическая прогрессия. И мы получим, что сумма ее как раз равна 1 девятой. Вот сумма вот этой. И, следовательно, 9 умножить. А это будет, как раз, единица. Таким образом, да, и любому такому числу можно сопоставить такую парку. Просто раскидав вот таким вот образом вот эти цифры по этим числам. Это однозначно. Вот таким образом вот эта объекция построена. И мы получаем, что мощность этого множества точек квадрата в точности равна мощности точек, и множество точек любой его стороны. Ну, точно так же можно показать, что, если мы возьмем куб, то все равно это будет континум. И, если мы возьмем любое множество, вот, R в степени N, мы получим тоже мощность континуума, то есть цифры. Возникает вопрос о... Не является ли мощность континуума наибольшей мощностью? Так вот, не является. В частности, мощность множества. Пад множеству, любого множества, обязательно больше мощности самого этого множества. Вот, давайте это покажем. Вопрос у нас есть множество A, а множество его подмножеств обозначается... Ну, в разных видах по-разному, вот, можно просто вот так и отмалывать. Ну, правда, это спутывайте потом с вероятностью, когда будет сегодня вероятность выходит. Ну, сейчас мы о вероятностях не говорим. Вот, это множество, подмножество этого множества, или Гулиан. Гулиан. Гулиан этого множества. И это множество содержит в качестве элементов все подмножества вот множества А. Я это вот так вот обозначил. А множество А это множество элементов А1, А2 и так далее. А я докажу сейчас, что мощность этого множества строго больше мощности этого. Но, как это надо доказывать? Прежде всего, показывать, что мощность этого множества не может быть меньше мощности этого множества. Это доказывается таким образом. В этом множестве есть... Мы можем установить, в этом множестве есть набор множеств, то есть есть подмножество, которое равномощно всего вот это множество одноэлементных множеств. То есть, каждому этому элементу соответствует одноэлементное множество. И, следовательно, вот это есть подмножество этого множества. Правда? А теперь, если я докажу, что мощности этих множеств не равны, а то я докажу, что мощность этого множества строго больше, чем мощность этого множества. Потому что меньше она будет не может. Итак, а как доказывать, что мощности их не равны? Доказательства, как обычно, и как чаще всего проводим от противника. А допустим, что мощности этих множеств равны. А тогда между их элементами можно установить взаимно-однозначное соответствие. То есть, вот у нас есть элемент А1, ему взаимно-однозначно сопоставляется, допустим, множество А1. Элемент А2, ему взаимно-однозначно сопоставляется множество. То есть, подможество вот этого множества А2. И так далее, для всех элементов и всех вот этих множеств, то есть подможеств. А ну теперь мы можем выделить... А вот среди этих элементов множество таких элементов, которые не входят в те множества, которые им соответствуют. И возьмем подмножество, которое состоит из таких элементов, и только их. Это будет, естественно, подмножество этого множества, и, следовательно, элемент этого множества. Ну, назовем его А1. Ну, назовем его А1. По нашему предположению, этому множеству, А1, вернее, подмножество, соответствует какой-то элемент этого множества. Назовем его А1. Возникает вопрос. Входит ли этот элемент в это множество? Если он в него входит, то он не должен в него входить, потому что в это множество входят только те элементы, которые не входят в то множество, которое оставится им соответствием. Если он в него не входит, он должен в него входить, потому что в это множество входят все элементы этого множества, которые не входят в то множество, к которому они поставлены соответствием. И так мы приходим к противоречию. Следовательно, вот установить какое взаимооднозначное соответствие невозможно. И, следовательно, их мощности не равны. А, следовательно, поскольку показано, что мощность этого множества не может быть меньше, чем мощность этого, то мощность этого множества строго больше. Ну и действительно, если мы возьмем множество конечных, которое содержит N элементов, то, ну, как я давал на многих практических занятиях, число его подмножеств это число обязательно больше N, а для всех N больше нуля. То, естественно, готово. А вот. Ну, в связи с этим что получается? Получается, что набор мощностей, так сказать, ряд мощностей, он бесконечен, так сказать, в сторону увеличения мощностей. И, так, вот, товарищ там, через отрывок я сейчас вижу. Вот, выйдите, пожалуйста. Вот, хоть, да. Вы уши заткнули. Выйдите. Причем, что характерно, заткнуто у вас то ухо, которое обращено ко мне, а вот то, которое к вашим товарищам не заткнуто. Выйдите, пожалуйста. А вам не интересно здесь. Я это могу понять. Могу даже простить. Ну, где-то так. За это я не отвечаю. Видите, пожалуйста. Ну что? Так и будет, или как? Вам же не интересно здесь. И вам не интересно, вы мешаете другим. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Вот, что касается ручностей. Ну, еще надо вот о чем сказать. Что? Вопрос еще такой. Ну, вот, у нас была мощность алиф. Ну, и было показано, что мощность континуума строго больше, чем мощность счетного множества алиф. алиф. А нет ли между ними какого-то, какой-то мощности? Так вот. А доказано, что утверждение о том, что такого множества, с такой мощностью промежуточной нету. А вот это не противоречит. Девушка, не облюбилась? Не нашла. Я понимаю, вы можете. Да. Так вот, это не противоречит. Ну, и противоположное утверждение, что такого множества нету, оно тоже не противоречит теории множества. И поскольку такое множество не построено, то принято считать, что такого множества не существует. А ну, теперь рассмотрим другой тип сопоставления, который тоже нам будет очень важен для автоматической политики. мы говорили о том, что сопоставлением является любое подможество декантово произведения двух множеств. то есть декантово произведения это есть множество а а б таких, что а принадлежит множеству а а б принадлежит множеству б а простите, сколько здесь должно быть фигурки. Так вот, если мы возьмем эти множества а б одинаковыми, то есть это будет одно множество, двумя множество, это произведение обозначить вот как а квадрат. и если мы в этом множестве выделим какое-то множество пар то есть назовем его r r это подмножество а квадрат и r это набор каких-то пар каких-то пар но я не пишу здесь так вот тогда мы получаем отношения ну и поэтому и обозначается через r r relation relation отношения реляции отношения и часто пишут так а находится в отношении r и b то есть в данном случае и а и b принадлежат одному множеству а ну примеров масс вот там а равно b а там а минус b равно 3 и так далее вот какие-то две точки находятся на одинаковом расстоянии от которых есть заданные точки это все отношения и вот эти отношения обладают разными свойствами вот эти свойства мы сейчас и выпишем первое свойство это рефлексивность отношения называется рефлексивным если любой элемент множества а находится в отношении r к самому себе вот я пишу такой значок он у нас будет употребляться в логике предиката для всех а и множество а это рефлексивность но почему рефлексивность рефлекс это отражение телескоп рефлектор телескоп который работает на вогнутых зеркалах второе симметричность симметричность ну отношение может обладать этими свойствами и не обладать есть разные отношения отношения называется симметричным если из того что а находится в отношении р к б следует что и б находится в отношении р а а для всех а и б с а а а а какие тут отношения симметричны а это не 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 рефлексируют вот это отношение еще и рефлексируют вот это отношение тоже симметрично и рефлексируют а не а р а а А находится в отношении РВ и В находится в отношении РА следует что А равно В то есть это один и тот же элемент ну опять-таки для всех А и В из вот этого множества и четвертое свойство транзитивности ну приведу пример антисимметричное отношение это вот такое отношение А меньше или равно В а если и А меньше или равно В и В меньше или равно А то тогда они просто равны транзитивность отношение называется транзитивным если из того что А находится в отношении РВ и В находится в отношении РС С следует что и А находится в отношении РС но опять-таки для всех АВС плюс множество А И вот если у нас какое-то отношение обладает свойствами рефлексивности симметричности и конъюзивности то это отношение называется отношением эквивалентности 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 множество да множество эквивалентно самому себе правда ведь если множество А эквивалентно множеству В, то есть множество В эквивалентно множеству А. И транзитивность. Если множество А эквивалентно множеству В, А эквивалентно множество С, то и множество А эквивалентно множество С. Ну, транзитивность это что-то. Вот, допустим, если вы хотите из Санкт-Петербурга полететь на самолете в итальянский город Турин, то вам надо либо в Москву ехать на поезде, лететь на самолете и оттуда лететь, либо надо лететь через Франкфурт на Майвиле из Санкт-Петербурга. Вы будете транзитным пассажиром. Так и тут, видите, мы вам из А в С мы едем через Б. Теперь, если отношение обладает вот этими тремя свойствами, то это отношение называется отношением частичного порядка. Почему частичного? Вот возьмем такое отношение. Множество А находится в отношении Р множеству В, А если А является под множеством множества множествами. Тогда мы говорим, что во множестве множеств введено отношение частичного порядка. Почему? Потому что существуют такие множества, которые не являются... Почему частичного? Не являются под множествами друг друга. Не А не является под множеством В, не наоборот. Но, например, если мы возьмем множество целых чисел или вещественных чисел, то тогда естественное у нас отношение Х меньше или равно У, это отношение лидейного порядка. Или просто отношение порядка. Это множество упорядочено. Вот множество под множеством называется частично упорядочено. Потому что в нем есть элементы, которые не являются упорядоченными между собой. Во множестве целых чисел все элементы упорядочены. То есть, либо вот это существует, либо вот это. Для любых Х и У. Но такое множество все-таки не является вполне упорядоченным. Множество называется вполне упорядоченным, если любое его под множество имеет элемент, который предшествует всем элементам этого под множества. Вот если мы возьмем множество положительных вещественных чисел, то есть, вот, начиная от нуля и так далее до бесконечности, вот такой интервал, это множество не будет вполне упорядоченным. Почему? Потому что есть вот такое под множество, единица делить на n, которое не имеет наименьшего элемента. В то же время множество натуральных чисел является вполне упорядоченным. Вот характерное свойство отношение эквивалентности заключается в чем? Что, ежели у нас на множестве введено отношение эквивалентности, то все это множество можно представить, ну, вот, допустим, вот это, в виде объединения классов эквивалентности, не пересекающихся между собой. вот у нас это, например, вот эквивалентные мощности, да, они, это отношение эквивалентности, и мы получаем, что все множество, множество, хотя об этом нельзя говорить, о множестве всех множеств, но вот на этом множестве вводится отношение эквивалентности, которое делит, множество, делит их на классы эквивалентности, к одному классу относятся множество с одинаковой мощностью, и вот Кантер и говорил, что мощность это вот общее, что есть у элементов данного класса, то есть мощность эквивалентных классов элементов. Между прочим, как это ни странно, вот такое понимание есть даже у ворот. Вот. зоологи делают эксперимент, а вот в вагоне, вагону приучают к тому, что она находит корм только вот в ящичке, как у нас, там на верхней крышке, вот определенный, значит, есть рисунок, который состоит из скольких-то элементов, такой же рисунок, и, оказывается, не важно каких. Вот если она это, значит, усекла, как говорится, да, то она будет обязательно скрывать только тот ящичек, на котором три каких-то вот то ли квадратика, то ли кружка, то ли треугольника, то ли звездочки, не важно, но три. то есть она вот это понимает. Ворота. И вот сейчас математиков, математики принимают в качестве определения, что же такое натуральное число, а вот это есть класс эквивалентности конечных множеств. Ну, у нас с вами будут какие классы эквивалентности? У нас будут равносильные формулы, и классы эквивалентности будут объявляться таблицей истинности данной формулы. вот все формулы, имеющие одинаковую таблицу истинности, у нас будут эквивалентными, но мы будем говорить равносильными. Там эквивалентность это будет у нас определенная логическая операция. Ну, осталось по множеству сказать множество. Есть еще понятие в теории множества, которое называется мира. Понятие мира было введено математиком Лебегом в 1900 году. Это понятие обобщает понятие длины, площади, объема и так далее. И вот это понятие очень нужно в теории вероятности. Вот если вы ну наверняка же вы будете проходить теорию вероятности на втором курсе и о мире вам там скажут. Это сложное понятие. Я сейчас не буду говорить. Ну, посмотрите, вот мы говорили с вами, что мощность множества точек квадрата и точек на другой его стороне одинаковых. Но попасть квадрат легче, чем на его сторону. Вероятность попадания будет больше. Вот. Поэтому мера это площадь этого квадрата, а площадь линии равна нулю. и то есть мера вот этой линии она равна нулю. Но это будет тогда, когда мера вот это площадь. А можно поделить меру и на прямой и так далее. но в довершение вот того, что я сказал, я скажу вот, что она множество строит различные структуры, называем. То есть определяют различные действия. И этим в основном занимается наука алгебра. То есть если где-то в веке 18-го и раньше считалось, что основная задача алгебры это изучать различные уровни уровнений, то в веке 19-го уже пришли к выводу о том, что основная задача алгебры изучать различные действия на различных множествах. и вот если мы на каком-то множестве вводим какие-то действия, то таким образом определяется некая алгебраическая структура. То есть множество плюс действия является алгебраической структурой. множество множества мы можем ввести какие-то понятия, которые свойственны нашему пространству. Например, расстояние. вот там допустим угол между двумя направлениями. Тогда мы получаем пространство различного уровня. То есть множество плюс функция на двух элементах этого множества. то есть вот рот от А от В если она обладает этой функцией определенными свойствами, то ее называют метрикой. И мы получаем из множества, то есть говорят это пара множества, и вот это самое рот мы получаем метрическое пространство. И вот я думаю изучая линейную алгебру вы с этим столкнетесь. Ну понятное дело, что в векторном пространстве можно вводить расстояние между двумя векторами, но причем не одним способом. Многими многими способами. И получаются тогда различные электрические пространства. Можно вводить понятие расстояние на пространстве функции тоже различным способом. И возникает функциональный анализ на это современная теория функции. Так что тут возможностей очень много. и мы будем заниматься изучением операций на множестве высказок. И вот этим занимается как раз математическая логика. Вот мы сейчас с вами и историю. Запишите задолоку ангиболосных стразов. это вот первая теория математической логики. ну надо вам сказать что первая задача которая возникает в математической логике это построение языка математической логики. Какой должен быть язык? Прежде всего он должен быть такой чтобы он всеми понимался однозначно. И он был строго управляющим. Но когда мы строим какой-то язык и его изучаем мы пользуемся нашим ну мы русским языком там англичане английским языком и так далее. То есть получается так что мы строим язык с помощью другого языка языка не по нашего нашего языка русского языка и логику мы строим пользуясь логикой вот возникает вопрос как мы строим логику с помощью логики то есть мы еще не построили логику а уже какой-то логикой кодеку вот книге стильная книга о которой я говорил написано что тому кто не понимает что мы строим математическую логику с помощью другой логики что существуют две логики следует заняться чем-нибудь другим ну например разведением чел то есть вот эта вещь надо понять и у нас с вами будут так называемые неформальные цели но формальные цели не будут неформальные вот теперь мы выступаем к алгебре высказывания ну вот прежде всего что такое высказывание а высказывание это основное понятие в алгебре высказывания а поэтому оно не может быть определено в рамках этой церкви мы можем только пояснить это понятие оно говорят таким образом высказывание это повествовательное предложение о котором можно сказать что оно истинно или можно сказать что оно ложное ну например сейчас день истина да сейчас ночь можно а вот а если мы скажем ну мы говорим сейчас у нас вот день а если мы говорим вот